Лидия Николаевна сегодня занимается заготовками на зиму. Засаливает грибы, маринует огурцы. Несколько банок уже готовы, но в деревне еще остался несобранный урожай. Поэтому каждые выходные Лидия Николаевна отправляется за город. Однако о том, что на 14 сентября назначены выборы, она не забыла. Чтобы не пропустить важное событие, женщина решила проголосовать заранее. Благо, такая возможность сегодня есть у каждого волокжанина. Вот сюда присядьте, пожалуйста. В избирательных участках города досрочное голосование началось 3 сентября. Вот и Лидия Николаевна пришла сегодня сделать свой выбор за одного из кандидатов. Для этого нужен только паспорт. Также необходимо заполнить заявление. А специалисты помогут разобраться с новой техникой. На избирательных участках в Череповце учет голосов ведут с помощью комплексов электронного голосования. Вставляете карточку. И все, выбираете своего кандидата. Кэги установлены на 86 избирательных участках. Они просты в использовании. Сделать свой выбор можно с помощью карточки со штрих-кодом. Специалисты уверяют, что такие аппараты удобны не только для процедуры голосования, но и при подведении итогов. Главное – прийти в свой избирательный участок. Сегодня третий день досрочного голосования. На данный момент приходило три человека на наш избирательный участок. Это люди, которые не смогут в день выборов находиться в городе. Лидия Николаевна, как человек старой закалки, всегда ходит на выборы. Считает это своей гражданской обязанностью. Женщина знает, что ее голос важен. Относилась к выборам очень серьезно. Я ни одного раза не пропускала, чтобы не сходить на выборы. И сейчас я уезжаю на дачу. И вот пришла, чтобы выбрать, проголосовать нашего представителя дальнейшего, чтобы руководил Волобовской областью. Если вы будете в деревне, на работе или по каким-то другим причинам не сможете прийти на избирательный участок 14 сентября, нужно прийти в любой другой день до этой даты. Участки работают по будням с 16 до 20 часов, выходные с 10 до 14 часов. Как будет развиваться город и область в целом, зависит от каждого.